Лыжная феерия. Сейчас я нахожусь на одном из самых помпезных и масштабных спортивных мероприятиях в Хакассии в этом году. Первый этап Кубка России по лыжному спорту. Более 200 участников из 48 регионов России. 10 мастеров спорта. А главное, сюда приехали покататься олимпийские чемпионы. Они в Хакассии на лыжи уже давно не вставали. В этом году российским спортсменам запретили выступать на мировых соревнованиях. Но, кажется, никто из них не унывает. Ведь мастерство можно показать и в своей стране. Для спортсменов вершина Тёи – особое место. Его называют «лыжной меккой России». Среднегорье, высота почти километр над уровнем моря. Тяжело дышать, да и крутые повороты трассы. Однако каждый спортсмен знает, чем сложнее забег, тем слаще горячее. Зрительская песня на финише. Здесь приехали топы. Я удивляюсь, почему. Вообще вся Хакассия не на наших трибунах. За последние годы сам спортивный центр Тёи, да и трасса, очень преобразились. Лыжники сборной России ценят это место за современное освещение и удачное расположение трассы средь деревьев. А главное – снег в этих местах выпадает рано. Я разговаривал с тренерами, они в принципе довольны. Им больше идёт вкатка именно на этом снегу, а не на искусственном, что им позволяет больше давать результаты. Прошедшая суббота – лишь первый день забегов. Мужчины и женщины соревновались в спринте классическим стилем. По шесть человек в связке. Нервы на пределе и не каждый способен приручить трассу. Это в том числе и показать другому миру, когда нас не пускают, когда нас изолируют. А мы показываем о том, что спорт в стране есть и в республике в частности. И вот этими как раз спортивными достижениями своими, то, что мы не бросили ничего, а именно поддерживаем. Это как раз и поддержка в том числе и нашим воинам. В итоге в первый день соревнований среди мужчин быстрее всех пробежал спортсмен из Перми – Савелий Коростелёв. Второе и третье места заняли Сергей Ардашев и Илья Порошкин. Лыжники из Татарстана и республики Коми соответственно. А вот спортсмены из Хакассии в этот раз приз не получают и в женских забегах тоже. С лучшим результатом финишировала Наталья Непряева из Архангельской области. Второе место у Вероники Степановой – спортсменки с Камчатки. Ну а бронзу заслужила Алена Баранова из города студентов Томска. А уже вечером в вершине Тёи прошло торжественное награждение спортсменов. Мы ко всем лыжникам относимся практически как к нашим тёйцам. Все для нас родные, знакомые, любимые. А когда мы смотрим телевизор, смотрим Олимпиаду, многие соревнования, мы, конечно, гордимся, болеем, как за самых наших родных людей. Символическим украшением торжества стало открытие нового стенда «Аллеи славы» в спортивно-туристическом центре Тёя. Сейчас к числу именитых советских и российских лыжников добавились и семеро героев Олимпийских игр в Пекине. Владислав Константинов, Дмитрий Щеглов, РТС.